Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Балдурс Гейт, но у меня сложилось ощущение, что на севере нам пока что не рады и намекают набрать пару уровней или что-то типа того. Мальчики, во имя всего святого, я вашу сестру в глаза не видела. Хватит лгать, Карга. Ты последняя видела Майрину. Просто отпусти её, пожалуйста. Слава богам, что-то здесь золото. Я в полк не возьму, что на ребят нашло. Прекрати это. Мы в последний раз добром просим. А вам не кажется, что она похожа и зовут её, кажется, так же, как тётка, которая варит зелье в роще друидов? Вполне возможно, это она же. А что у нас тут есть? Выбор персонажа — история диалогов. Тётушка Этель. По-моему, да. Для начала давайте все успокоимся. Что происходит? Осторожно! Не доверяй ни одному её слову. Наша сестра отправилась к этой Карге, и с тех пор мы её не видели. Я не знаю никакой их сестры, клянусь. Но с радостью помогу вам всем в её поисках. Хватит! Где она? Этель, что ты сделала с их сестрой? Ну, мы помним, что она зелье... Это... Там тифлингша подсунула. И... Не знаю, но может она здесь просто грибы и ягоды собирает? Но если... Ладно. По-моему, в раннем доступе это был правильный вариант. Вот дрянь. Как-то ты меня защищаешь, душенька. Немного же тебя пользы. Хочешь совет? Если ещё раз рискнёшь ко мне сунутся, склони голову пониже. И начни с извинений. Всё, пока-пока. Проклятие. Она просто исчезла. Никогда раньше такого не видал. Да пусть у неё хоть салют с задницы палит. Мне наплевать. Корга держит Ирину в плену. Мне объяснит кто-нибудь толком, что происходит? Понимаешь, наша сестра Майрина. Но ей было очень плохо, когда умер её муж. Она стала говорить всякую чушь, будто она собирается вернуть его. А потом она ушла искать коргу. Будто нельзя было придумать ничего глупее. С тех пор мы её не видели. А сделка с коргой никому ещё не приносила ничего хорошего. Это всё неважно, поняли? Мы должны её вернуть. И быстро! Продолжить. Ты что, шутишь? Я понятия не имею, кто ты. Я ни за что не оставлю Ирину с тобой. Но, Джоль... Ни за что. Мы сами её вернём. Пошли скорее. Если они бегут, давайте попробуем успеть бежать за ними, потому что, если там будет какой-то замес, а там он вроде будет, нам было бы здорово иметь, ну, какую-то помощь. Ой, уровень. А? В твоей спине пробегает озноб. У тебя ощущение, что за тобой следят. Ух ты, клятва верности. Харизма. Что-то здесь не так. Призываем свою магию. Находим, что вызывает это чувство. Ну-ка, клятва верности, помоги нам. И всё-таки мне хотелось бы знать, что здесь не так. О, вот так гораздо лучше. Плюс харизма. О! Мир вокруг изменяется в мгновение ока. И оказываешься посреди зловонного болота. Угу. Вот так поворот. Ладно, но у нас при этом левелап. Наконец-то мы достигли четвёртого уровня. И я так понимаю, да, мы с вами получаем максимальное число хп каждый уровень, но у нас просто за уровень их шесть почему-то. Это, кстати, очень интересно, почему. Ибо в Dungeons & Dragons, ну, видимо, берётся здесь среднее всё-таки, а не максимальные типа десять. Ну да ладно, мы готовим заклинания. Героизм. О, стоп, а у нас типа не всё мы можем, да? Героизм. Невосприимчивость к испугу и получать пять временных очков здоровья каждый ход. А что мы убрали? А давайте возьмём приказ. Дуэль пригодится. Исцеление ран пригодится. Четверы. Четверы. Слушайте, бонусным действием можно что-то сделать. Яростная кара. Окей, оставляем. Благословление. Окей, оставляем. Громовая кара. Оставляем. А божественная благодать хорошо. Но я вот думаю, что, возможно, приказ мы можем забыть, а героизм, например, взять. Так. И черта. Вообще, по умолчанию, в пятёрке каждый четвёртый уровень ты получаешь очки характеристик, да? Здесь нам предлагают улучшение характеристик на два, либо две любые характеристики на один. Соответственно, если мы поднимем, например, харизму на два, мы получим плюс четыре к проверкам на харизму вместо плюс трёх. Аналогично, если мы поднимем силу, мы станем с вами точнее, ну, плюс один будем кидать при бросках атаки, по-моему, и наносить больше урона начнём. Но давайте посмотрим, что ещё тут есть у нас из опций. Актёр. Харизма увеличивается на один. Вплоть до двадцати. При проверках на обман и исполнение бонус умение удваиваться. Вот было бы тут убеждение, я бы взял. Плюс пять к инициативе, и нас нельзя застать в расплох. Расплох, это интересно, но, опять же, на низких уровнях куда, мне кажется, важнее будут характеристики. Атлет. Сила или ловкость увеличивается на один, и подняться на ноги из положения плашмя нужно значительно меньше перемещений. Но дальность прыжка увеличивается на пятьдесят. Сорви голова. Нет. Мы получаем приёмы сорви голова атака оружием. Давайте посмотрим. Больше урона. Броситься вперёд и нанести мощный удар оружием по первому из врагов на вашем пути. Ого, хотя... Броситься вперёд и отпихнуть первого из врагов на пути. А, это типа таран. Абои руки. Вы можете сражаться двумя оружиями, даже если оружие нелёгкое, и получаем бонус плюс один к классу брони, когда в каждой из рук есть оружие ближнего боя. Мы не можем сражаться двумя единицами тяжёлого оружия, но мы планируем со щитом ходить. Исследователь подземелий. Мы получаем преимущество при проверках на внимание для обнаружения скрытых объектов и при испытаниях, которые мы проходим, чтобы избежать ловушек или сопротивляться им. И получаем устойчивость к урону от ловушек. А что, половина урона только? Ага. Выносливый. Выносливость увеличивается на один. Но каждый короткий отдых полностью восстанавливает нам очки здоровья. Знаете, я не очень люблю брать то, что можно довольно-таки легко решить зельями. Ну, то есть, у нас 28 хп. Получается, короткий отдых, которых у нас два между с нами, 28 хп дополнительных будет нам восстанавливать, если мы настолько ранены. Но, в принципе, это выпить 3 зелья по 100 голда. Мне кажется, не стоит. Адепт стихии. На ваше заклинание не влияет устойчивость к урону выбранного типа. О, вы не можете выбросить один. Мастер двуручного оружия. Когда вы наносите критический удар или убиваете цель атака оружием в ближнем бою, вы можете выполнить в этот ход еще одну атаку оружием ближнего боя в качестве бонусного действия. Ух ты. Ух ты. При атаке тяжелым оружием ближнего боя, с которым вы умеете обращаться, броски атаки получают штраф минус 5, но урон увеличивается на 10. Она отключаемая. Мощная броня. Ваше умение обращаться с тяжел... Вы получаете умение обращаться с тяжелой броней. Ваша сила увеличивается на 1. А мы и так умеем. Мастер тяжелой брони. Ваша сила увеличивается на 1 вплоть до 20. Получаемый урон от немагических атак снижается на 3, если вы облачены в тяжелую броню. А вот это интересно. То есть какой-нибудь гоблин бьет по нам типа на 10. Мы такие хоп и получаем 7 урона. Давайте пока вот на этом остановимся. Умение обращаться с легкой броней нам не нужно. Счастливчик. 3 очка удачи, которые можно тратить на получение преимущества при бросках атаки, проверках характеристик или испытаний. Ух ты, они как восстанавливаются. Один раз до следующего долгого отдыха. Ммм, тоже здорово. Но вот это мне нравится. Могу биться. Ого, я люблю такое. У вас есть преимущество при испытаниях против заклинаний с отваленных существами рядом с вами. Ответное действие, чтобы провести атаку по такому врагу. Ой, они получают помеху для испытаний на концентрацию. Посвященные магию, мы учим два фокуса, одно заклинание из списка Барда. Один раз можем творить. Да, наверное, ну я так полагаю, что это вот из каждого. Хотя у Чародея, у Чародея есть Eldritch Blast. Там это круто. Мастер военного дела. Вы учите два маневра под класса мастер битвы и получаете кубик превосходства. Ух ты, ну я все это читать не буду. Подвижный. Ваша скорость перемещения увеличивается, а сложная местность не снижает вашу скорость, когда вы используете рывок. Если вы начинаете движение сразу после атаки в ближнем бою, то не спровоцируете в неочередную атаку от цели. То есть мы можем подбежать, фигануть и так далее. Исполнитель. В ней не обращаться с музыкальными инструментами и харизма на один, но... Мастер древкого оружия. Атакуя Глефа, Алибардой, Боевым Посохом или Копьем, вы можете использовать бонусные действия, чтобы выполнить удар древком оружия. Стойкий. Повышаем характеристику на один, вплоть до двадцати. И получаем умение для испытаний в этой характеристике. Ммм. Два ритуальных заклинания. Нет. Когда вы проводите атаку оружием, вы бросаете кубик урона дважды и используете лучше. Вот это интересно, но... Это хорошо, когда у тебя, ну... Грубо говоря, какой-нибудь топор один-десять. Да, между один и десять разница большая. Страж. Когда враг на расстоянии удара в ближнем бою атакует вашего союзника, вы можете использовать ответные действия, чтобы провести атаку оружием по этому врагу. Окей. Меткий стрелок. Не получает штрафа от правила господствующего статы. А, и можем также включить атаку со штрафом минус пять, но плюс десять урона. Мастер щита. Плюс два к испытаниям ловкости при использовании щита. Зачем мне это? Дайте мне еще армор-класса со щитом. Умелый. Умение в трех навыках. Меткий заклинатель. Вы звучите в фокус, а значение, которое необходимо выпросить при атаке, чтобы нанести крит, уменьшается на один. Забияка. Атака без оружия или импровизированное оружие, то дважды добавляем бонус модификатора силы. Живучий. Ваш максимум очков здоровья увеличивается на два за каждый полученный уровень. Но вот тут есть момент, да, у нас 28 хп. Живучий за каждый полученный, в смысле, не считается первый или как. То есть это плюс шесть или плюс восемь. Плюс восемь. Да, но с другой стороны, мастер тяжелой брони, которую мы постоянно носим, снизит урон на три от немагических атак. И, как правило, нас с одного тычка никто и не убивает. А боевой заклинатель и мастер оружия, ну, мы и так вроде как можем обращаться всем оружием, которое нам надо. И поэтому мне нравится мастер тяжелой брони. Во-первых, единичка в силе, а во-вторых, урон от атак ближнего боя. А потом эта единичка в силе перерастет в то, что, ну, мы сможем, допустим, два очка в харизму, там, как-нибудь силу поднять и получим, наконец-то, не плюс три к проверкам, а плюс четыре. Так, есть. Это мы сделали. Дальше. Астариан. Ты же наш ассасин. Уровень плюс четвертый. Всем здоровья. Доступна новая черта. Окей. Ловкость в него 17. И интеллект, и мудрость. Ага. Ну, выносливость мы вряд ли ему поднимем. Он интеллект, мудрость. Я вот думаю, может быть, ему одно очко в ловкость и одно в мудрость. Но при этом мне еще нравятся обои руки. То есть вместо кинжалов он сможет использовать, например, рапиры. Ну, то есть что-то такое. И наверняка мы будем по ходу пьесы находить какие-то интересные оружия, которые без этой черты мы не сможем во вторую руку взять. Ну, и бонус плюс один классу брони. То есть, конечно, не то чтобы он наш танк, но... А с другой стороны, улучшив характеристики, да, улучшив ловкость и мудрость, мы получим больше внимания, потому что проверки внимания идут с мудрости. Больше урона, но если мы заменим его кинжалы на две рапиры, мы все равно получим заметно больше урона. То есть мы получим плюс четыре очка урона. Да, потому что у кинжала, по-моему, один четыре бросок, у рапиры один шесть или даже один восемь. Но это можно взять на восьмом уровне. Хотя на восьмом уровне я как раз-таки уже улучшение характеристик захочу. Поэтому давайте, наверное, возьмем ему обые руки. Да. И он, если что, сможет так неплохо врагов коцать. И Shadowheart. Shadowheart, я думаю, все должно быть проще гораздо. Она получает фокус. Получить преимущество при проверках запугивания и исполнения. То есть... О, а у нас же, когда мы что-то говорим, у нас вот здесь есть панелька переключиться на персонажа и нас из диалога выкидывает. И с помощью вот этих фокусов мы можем, в принципе, себя прокачивать неплохо. А с другой стороны, создание пламени, она может создать пламя и кидать. Но... Напитать объект ауру и света. Аберег от оружия. Получать только... Но это действие. А, хотя это тоже действие, но это не боевое действие. Давайте тогда вот это возьмем. И черта. От черта на черта. Давайте... Улучшение характеристик. В общем-то, мы ей можем поднять мудрость на единичку. Получается, у нее бонус будет плюс 4. И силу на единичку. У нее проверки на силу и так далее будут лучше. Вот. Это мы сделали. Был долгий ловелап, но это ловелап на четвертом уровне. Он, в принципе, совершенно нормально, что он такой долгий. Прочтем. Передохните, лопулечки мои. И скушайте за меня кусочек другой. Тетушка. Ну-ка. Отравленное яблоко. Спасибо. Спасибо тебе, тетушка. Вот уж услужила. Ну и тут, да, все подсказывает, что... Ой, красношапка четвертого уровня. А сколько их тут? Ну, то есть, один-другой нам, наверное, по зубам. А вот большие группки нам уже не очень. Я не нужна сейчас. Внимание, естественно, провалили. Хопс. Ловушка еще. Как мило. Кровавый мудрец красношапок. Ой, 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 ой. Не, 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 не. Нет, давайте. Уходим, уходим, уходим. Шадухард. Так. Ну, то есть, мне бы хотелось, чтобы Астариан подошел к кому-нибудь из них и, может быть, начал бой. Либо мы можем вот здесь встать, но полагаю, что это все будет, короче, как всегда, плохо. Но давайте пробовать. У нас есть лук. Астариан, ты веди всех. Было бы здорово за первый ход вот этого вот кровавого мудреца красношапок зафигачить. Ой, будет весело. Ой, будет весело, чую. Ну-ка. Много их. Ну. Так, застали врасплох. Хорошо. Заряды молнии мы подготовили. Зарядов молнии у нас особо нет. А кто не... О, Шадухард не вступила в бой. Ну-ка. А кто у них тут есть? Вот этого далеко. Подождите, но она еще невидима. Правильно? То есть ей ничто не мешает подойти вот сюда. Ой, она может совсем подойти. Временная враждебность. О, они таким образом не могут двигаться. То есть если бы, например, спровоцировали их как-то собой... Ах, но мне хочется просто долбануть по гаду. Вот так вот. И еще следующий бросок по нему получит преимущество. Ну, хорошо, на. На. Так, ну мы при этом в бой не вступили. Вступили. В итоге вступили. Ладно. Хорошо. Укрываем. Не, не смогли укрыться. А давайте... Интересно, если Шадухард вот сюда спрыгнет... Да, логично же, что Астариан тогда получит преимущество при атаке. Она может спрыгнуть вот сюда. Правда, она на это потратила все свои движения. Но Астариан теперь может из-под тяжка вот эту дрянь атаковать. Ух. Ух. А что там говорилось про заряды молнии? Плюс один к броскам атаки и дополнительно наносим пять единиц урона молний. Пять штук мы нанесем 1-8. Ха-ха-ха. Прикольно. Так, ну, получается, они захвачены врасплох. Уилл. Уилл, я бы был рад, если бы мы вот этого чувака попытались прибить с тобой. Да, поэтому давай. Да, нашему персонажу, конечно, хотелось бы пободрее. О, недостаточно движения. Так, а что у тебя еще есть интересного? Брызги яда. Ай. Очень близковаты они, да? А, шоковое прикосновение тоже ближний бой. Ну, хорошо. Вот так вот. Ай, я не хотел вот так отталкивать. Ага. Так, ну, хорошо. А наш персонаж? С разбега он куда-нибудь прыгнет? Недостаточно движения. То есть максимум мы можем с вами добежать куда-нибудь вот сюда. Или попытаться уже браться за следующего, но следующий далековато. Тогда вот так и просто дистанционной атакой. Но у нас есть шанс в целом. Правда, небольшой. Но шанс был. Во, и мы приходим в себя. Теперь. Астариан. А у тебя получится, может быть, прятаться? Опа. Получилось. Полагаю, что на этом вот этот вот красношапочник должен испариться. Так и происходит. И теперь мы аккуратненько сюда. Шесть зарядов молний. Что-то они не израсходовались. Так, ладушки. Шадуха. Ну, давай вот сюда тогда. Странно это все выглядит немножко. Ну-ка. Оп. Что ж, мудрец. А давайте мудрецу устроим сотрясение мозга. Угу. Она решила вообще не попадать. Ой. Кровожадность. Не нравится мне это. Но у него концентра... Концентрация на это тратится? Ой. Здравствуй. Паралич. Фух. Испытание пройдено. Уилл. А вот у этого чувака концентрация, да? Я думаю, если его с ног сбить... Ну, для этого надо по нему попасть. Вот всегда проблема, да, что, чтобы что-то сделать, надо по врагу попасть. И у нас... Странно, да? Уилл, что-то не прет, короче. Так. А вот этот чувак... Кровожадин. Но ничего не может сделать с собой. А вот мы с собой что-то можем сделать. И давайте-ка мы это сделаем. Вот сюда запрыгнем. Так, у нас с вами бонусное действие. Кажется, мы потратили на прыжок, да? Так. Сотрясение мозга. Крипталом. А нужно ли нам это? Мне кажется, мы можем просто ударом его в концентрацию сбить. Могли бы. Если бы мы что-то вообще умели. Окей, но у нас есть атака из-под тяжка. Держи. Да, фу. Как ты эпично концентрироваться умеешь, Вась. И запрыгнем. Надо было, наверное, сначала запрыгнуть повыше. Чтобы получить бонус. Но... И переключимся на орудие ближнего боя. И подойдем вот к этому. Если он будет отбегать, ему каранты. И шэдоу-хард. Огненный снаряд у нее есть. Ммм, да нет. Ух. Хорошо. Хороший поджопник. Четверо нам не нужно пока. Эть... Ваще. Ай. Ай, кровотечение. О-о-о. Пока, дружочек. Пирожочек. Уилл. Ммм. Знаете, вот этот как-то стоит. Прям просится, да? Наконец-то попал, кстати. И благословление темного. Я надеюсь, что кровотечение у него будет тратить его временное хп. Так, ну а здесь сейчас будет... Ой-ё. 17. Да, тут, конечно, вполне возможно, вот те минус 3 урона никак вообще не повлияли ни на что. А может быть, и повлияли, и... Ну, нет, они нас не спасли явно. Ну что ж, на тебе. 16%? Ну, это лучше, чем ничего не делать, наверное. Так. Ну что ж, давайте сначала Уилл подойдет. А, Уилл уже рядом стоит, да? если вы уже стоит рядом то я думаю давайте попробуем спрятаться и теперь а второй раз а второй раз мы бонусное действие потратили да это было зря у нас и так было преимущество и давайте и гоним исцеляющее слово все темному соблазну нам не помешает и уилл ой а вот это кстати какой-то серьезный чувак что мы с тобой можем сделать фронзающий удар глубокие раны дополнительный урон при атаках было бы здорово а если мы столкнем нет он окружен у ю спасибо благословению темного все и давайте смотреть бонусное божественное чутье преимущество при бросках атаки а там нежить а мне же паладин что у нас паладинского есть священного оружия да это правда действия блин блин изгнание нечестивых нет возложения рук нет но тогда священное возмездие а тоже нет ладушки ну хребтолом раз он такой крепкий 60 процентов по испытание пройдено вот за засанец что аж с двух рук давайте попробуем хотя может быть мы сначала shadow hard как-нибудь баф ним это дело проверкам характеристик а имеется ли ввиду атаки или прочее о преимущество при проверках на скрытности окутать цель похожим на пламя сиянием ну-ка но заметнее он от этого не стал и на втором круге мы подлечим нашего темного соблазна правда вражено фокусит на уилья они на нас по кей а старин покажи как ты можешь с двух рук фигачить кстати ему надо было как он трапиру взять но мне кажется мы только недавно с вами все оружие продали это просто демон и знаете что раз он покусит на нас а помеха так так тоже не особо лучше вот так вот знаешь что если хочешь нас атаковать то ты сам за это получишь гораздо больше брони агафиса правда при этом все ну-ка я полагаю что мы сейчас должны победить тоже а старин ну давай покажи ничего себе у них тут милая болотца вот что я вам скажу возложение рук на уилла до кубики мы как не выкидывали так и не выкидываем ладно но священное оружие было бы здорово если она постоянно держалась они вот так вот потому что так что духа а на втором уровне у тебя что исцеление ран исцеляющее слово зеркальное отражение кстати о приворот гуманой до 4 до долгого отдыха а интересно но на нашего персонажа будет действовать ну-ка темный соблазн 20 а вот так вот мы можем да ну вот так можем это хорошо это приятно ну и давайте выла отвлечь им родом и все заклинания сейчас потратим я так думаю что остальное лучше зельями добить блин почему она вечно сбивает сортировку нам давайте разделим я так смотрю вообще противники очень уилла что-то полюбили но то есть они его фокусе от при каждом удобном случае был давай и туда вот так и еще разок и я так думаю что поздно тоже может вот так сделать паладин начал нас восклицательный знак тип что-то новое что мы не смотрели ну вот оно да окей есть теперь чувствуем себя вроде нормально свиток паралич гуманоида знать что это лучше какому-то полка струда потому что ну мы конечно тоже можем чуп трава похоже на веревку она кажется и хранится в веревке у них тут симпатичное болотца вот что я вам скажу кстати а уилла а у него харизма у него для атак используется харизма то есть если посмотреть она же должно минус один почему-то я думал что у него в принципе как бы до 1 до 8 минус 1 а если мы сменим оружие даже есть от эти темы договор клинка двуручный меч нет глефа давайте рапиру попробуем призвать вора пироп плюс 5 вот она чего хорошо будем бегать с рапирой меня убеждать не надо и пока я помню давайте мы с вами ой тут есть рук древних знаков это здорово мудреца красношапок мы кажется облутали найден рунный круг давайте посмотрим что мы можем а старину в качестве оружия дать теперь когда он может пользоваться рапиры естественно все рапиры мы с вами до загнали загнали в опера аминь а старин как тебе такое плюс 4 урона вот просто на ровном месте плюс 4 урона это хорошо и но вторую руку потом тоже возьмем рапиру я так полагаю что но в процессе игры мы с вами должны конечно же найти а какие-то этим ну кинжальчики хорошие и так далее но пока вот так и есть труд он светится зеленым это намек это один из тех двух братьев не смотрит на тебя мертвыми глазами не тот не из братьев кто ты где мир есть у тебя родные мама живой марина а скоро еще племянница а кто убил тебя это было не ассо я догадываюсь чего ради ты забрел в такую глушь вернуть марину ради мамы какое-то это странное место чего мне стоит опасаться не пей воду а тут хороший совет а вот это хороший совет но кажется это один из тех двух братьев он невозможно хорошо димир а что у тебя было чайный домик у реки как мило но не так позже что если бы мы сюда зашли не поборов на вождение то мы бы пришли ну как раз таки в мирный чайный домик и ничего но тут не вызывало у нас опасений вот эта красношапка почему-то показывается не облутанной нет облутана и тебя разве мы не обыскали не обыскали опа колючий рогоз ай открытая рана зашибись я надеюсь что мы не будем кровотечь из-за этого грудная клетка на болоте просто лежит похоже кстати на ловушку но к счастью нет то еще тут мы можем найти я помню что в раннем доступе тут было какое-то вообще невозможное существо которое так вот когда вот так вот проверки внимания проходят ты начинаешь сразу думать а что же тут такое было что же мы такое не заметили ну и оказываешься на сторожей естественно папа а здесь а тут очередной полный который можно покопать я надеюсь что внутри будет сундук а не могилка ай открытая рана а по кольцо с ментистом золотое кольцо ну гриб драконевый яйца ладно а как у нас кстати травки забыл ход кейч мы можем сделать пару сублиматов и благодаря этому можем сделать зелье чтение мыслей соли давайте зафигачим тогда соли немножко противоядия или зелье лечения все такое интересное но зелье плавное падение зелье выдающихся прыжков а для золы что нам надо что надо для золы ага для золы ничего пока у нас ну то есть что то есть но далеко не все хорошо зелье чтение мыслей а и все может пригодиться надо как-то привыкать в играх активно пользоваться зельями туда мы не доберемся вот здесь ой ой я заглянул вперед и там конечно что-то тоже занятное а в общем я так чувствую что нам предстоит с вами немножко здесь поприключаться и надеюсь что это будет нам по зубам а пока что давайте наверно возле вайпоинта этот эпизод и закончим всему спасибо да хармсу миша лебедевую джину вольну савелью из за бенгзу за то что те продолжают поддерживать канал всем вам огромное спасибо за компанию в прохождении и мы увидимся с вами в следующем эпизоде а у меня на этом все удачи счастливо пока пока увидимся